Рубоводство имели для Ольнёвского венков второстепенное значение, которое дополняло мясное блюдо или пищу. В основном наши удальцы хасуны били острогами. Насаживали на длинное древко и били крупных рыб, в основном тайменей, леньков, щук и так далее. В стране овенки не любили возиться сетями из конского волоса или хвоста. В основном били острогами, их называли продолжением копья и называли по якутскому атору, а по венкийскому беркан. Он имеет три железных, так называемых, зуба, которые насаживаются на длинное древко. И когда осенью в основном лучили и на свет подплывали крупные рыбы. Таймень, ленок или шуки, которые становились добычей охотника. А если попадал в сечь большекрупная рыба таймень, то его останавливали в основном острогой дилеттолеменя, называется диги. Такой железный большой крючок. Одним из очень, можно сказать, эффективных способов ловли рыбы является перегораживание притоков. Реки Оленек или Малой или Большой Кунапты. Это основные артерии, водные артерии района. На притоках, таких как ленок, в основном ленок, проходная рыба, которая летом поднимается вверх. И на ямах, на ямах, притоках, речах там летует. А осенью, в сентяре месяца, спускается на большую реку. Ну, например, на Ленек. И в это время, ближе к устью, вот, делает вот такие перегораживания. Перевлетали из вертикальных кальниковых прутьев, ставили опоры, треноги, которые втыкали на дно реки. Запор ставили перпендикулярно берегу, оставляя в нем промажутки для украпления приспособлений для ловли переплавающей рыбы. Это называется морда, 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 налба, или называется долин, или налба. А отверстия морды всегда напрали против течения. Запори помещали, вот, есть две, две, три вот такие приспособления для ловли. Ну, осматривали запоры и выбирали рыбу по оторам.